Здравствуйте! В сегодняшнем видеоуроке я расскажу вам, как же нужно правильно здороваться или прощаться по-французски. Также вы узнаете, как правильно обратиться к собеседнику, чтобы никого не обидеть, а также избежать неприятных ситуаций. Начнем мы, конечно же, с приветствий. Я думаю, что многие из вас знают слово bonjour, которое означает здравствуйте или добрый день. Произносить это слово нужно именно со звуком у, bonjour. Также в этом слове есть носовой звук он. Вы можете добавить после этого слова обращение господин или госпожа. Так господин звучит по-французски как monsieur, пишется это слово совершенно не так, как произносится. Или же madame, госпожа. Ранее также часто использовалось обращение mademoiselle, так обращались к незамужним женщинам. Но с недавнего времени это обращение было признано дискриминационным, поэтому осталось только madame. Таким образом, полный вариант приветствия звучит как bonjour monsieur или bonjour madame. Bonjour мы употребляем в том случае, когда обращаемся к незнакомым людям или же мы обращаемся уважительно к кому-либо. Если же вы обращаетесь к друзьям, то нужно использовать другое слово. Это слово salut или привет. Самое интересное, что salut во французском это и привет, и пока. Поэтому, например, если мы услышим выражение salut Pierre, то это будет значить и привет, Pierre, и пока, Pierre. Нужно будет догадываться по контексту. Вечером также можно использовать слово bonsoir, что означает добрый вечер. Ну, раз уж я уже начала говорить о прощаниях, давайте посмотрим, какие же формулы прощания существуют во французском языке. Так, кроме salut, вы также можете использовать выражение au revoir, до свидания. Нужно произносить именно со звуком e, а не e. До скорой встречи вы скажете a bientôt или a tout à l'heure. Также можно использовать выражение à demain, что значит до завтра. Или вы можете добавить после предлога a название дня недели. И таким образом получите выражение до понедельника или à l'an-di, или до вторника à m'er-di. Можно добавить и другие названия дней недели. Если вы забыли название французских дней недели, вы можете пересмотреть отдельное видео на канале. Также часто используется выражение à plus tard, что значит до скорой встречи. В сокращенном варианте оно звучит как à plus. Если же вы прощаетесь с человеком навсегда и не рассчитываете никогда больше его увидеть, то можно использовать слово прощай или прощайте, которое по-французски звучит как à dieu. Давайте еще раз повторим все выражения приветствия и прощания. Bonjour, bonsoir, salut, au revoir, à bientôt, à toute l'heure, à demain и à dieu. Также часто вы можете услышать выражения bonjourné и bonsoiré, но о них я расскажу вам в следующем видео. Поэтому приглашаю вас подписаться на канал Понятный Французский и à toute l'heure.